354 день войны и второй день операции стрелы севера. Такое название получила вот эта операция, которую сейчас проводит израильская армия в Ливане, пока она ограничивается воздушной компонентой, то есть очень мощными интенсивными бомбардировками по целям Хизбаллы в Ливане в целом. Не только в Южном Ливане наблюдается такая массовая эвакуация гражданских из южных ливанских районов, из районов Южного Ливана, там не только в сторону севера, в сторону границы Сирии и в сторону Бейрута, соответственно, израильская территория тоже подвергается сильным ракетным обстрелам, впрочем, не настолько сильным, как ожидалось. Сейчас расскажем вам о том, как, собственно, вот события развиваются и для чего это вообще делается. Всем привет, меня зовут Сергей Усленер, вы на моем канале. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком, подпиской на канал, комментарием. Подписку лучше вот осуществлять прямо в момент просмотра. Это алгоритмам Ютуба очень нравится. Не забудьте включить уведомления. Постоянно что-то происходит, постоянно появляются такие внеочередные, внеплановые видео. Финансовая помощь каналу тоже очень приветствуется, строго добровольно. Это можно сделать через кнопочку «Суперспасибо». Такая надпись «Суперсэнкс» или «Сердечко с долларом». Две платформы «Бусти» и «Патреон». Ссылки на них находятся в описании. И можно стать спонсором канала на Ютубе. Огромное спасибо всем, кто это делает. События-то развивались на севере ни шатка, ни валка. 11 месяцев и было полное ощущение, что мы вот в этом болоте увязнем на несколько лет. Я как-то говорил о том, что в таком режиме Хизбалла с нами может воевать хоть 5 лет к ряду. Запасы пополняются, люди новые приходят, потери некритические. Потом произошла серия ликвидаций, потом операция «Пейджер», операция «Рации». У Хизбаллы нарушились координации, управляемость и так далее. После чего Израиль начал операцию «Стрелы севера». Это такая серия очень мощных авианалетов по целям Хизбаллы в Ливане. Только за вчерашний день было порядка 800 самолетовылетов с различных авиабаз израильских. Практически вся израильская авиация там задействована. Даже с Увды работали самолеты. Это самая южная авиабаза возле Эйлата. Порядка 1500 целей поражено. Вот вчера гуляла цифра 1300, но она там была где-то в районе 7 вечера. Потом была еще одна волна налетов. Всего их было, если я не ошибаюсь, 6. И они были рассредоточены по всей территории Ливана. Уже даже южный Ливан меньше обрабатывают, чем, скажем, долину Бекаа. Это такая вотчина Хизбаллы. Или город Бальбек, который тоже плюс-минус контролируется Хизбаллой. Везде практически наблюдались очень сильные взрывы с очень мощными вторичными детонациями. Накануне контр-адмирал Агари, это наш руководитель пресс-службы армии, сказал жителям Ливана, не Южного Ливана, а вообще Ливан, что если рядом с вами находится какой-то объект Хизбаллы, боевики, оружие, вооружение, ракеты и так далее, немедленно покиньте это место. Не в смысле покиньте вообще, а вот прямо сейчас немедленно, потому что мы начинаем вот сейчас волну налетов, волны налетов даже. И поэтому срочно оттуда убирайтесь, чтобы никто из вас не пострадал. И вот начались эти взрывы. Очень много таких характерных вторичных детонаций, срабатываний двигателей нештатных. Видно там на этих видео, как ракеты разлетаются там в разные стороны из пораженных зданий и так далее. Что вообще вот выяснилось? То, о чем я говорил вчера, да, вообще у Хизбаллы лет 10 назад Хизбалла запустила такую, значит, строительную программу. Но если перевести с арабского, типа как прописка, или можно даже, если более творчески, подойти к подселению. Суть в чем? Строят дом. В доме отдельную выделяют комнату или помещение для установки там ракеты. Вот сейчас на фотографии у вас такая ракета. Это вот такая ракета убила 12 детей в Маджельшамсе. Вот буквально такая. Так вот, там устанавливается ракетная установка, пусковая, на одну ракету или там на несколько реактивных снарядов, в зависимости от дистанции до границы. Может быть, пусковая установка беспилотника. Может быть, в гараже этого здания стоит ракетная установка каких-нибудь ракет. ФАДЖ-1, ФАДЖ-2, неважно. Это такие ракеты, скажем, ближнего радиуса действия, реактивные снаряды. Если после этого счастливые жильцы получают этот дом, либо покупают его за какие-то символические деньги, либо, если это члены Хизбаллы, то и вообще получают буквально на халяву. И все, их задача там жить и периодически, видимо, протирать там эту ракету, чтобы не заржавело. После чего, в случае необходимости, там появляется расчет, который быстро снимает крышу. Крыша делается такой легкосъемной. Ее скидывают, поднимают ракету и выпускают в сторону Израиля. Вот израильская разведка каким-то образом вычислила огромное количество таких объектов. Это жилые дома в основном, буквально вот жилые дома. И вчерашний день весь ВВС уничтожали практически вот такого рода объекты, заранее предупреждая жителей. Более того, директор ливанской телекоммуникационной компании заявил, что было порядка там несколько сот тысяч звонков, когда людям вот в подобного рода домах звонили люди со странным акцентом и на арабском говорили, что сейчас будут бомбить дом, валите оттуда срочно. То есть, это израильская разведка звонила. Ну, я не думаю, что звонили вживую, я думаю, что были записанные сообщения, да, что ваш дом содержит в себе вооружение Хизбаллы. Срочно уходите оттуда, через там несколько минут по нему будет нанесен удар или что-то в этом роде. Наверняка там оставляли достаточно времени, чтобы оттуда убраться. Все это, конечно, породило жуткую панику в Ливане по понятным причинам. Началась эвакуация и из южных районов, и дальше тоже. Вот, в частности, из города Сидон, он же Сайда. Люди начали активно выезжать. Там на дорогах образовался невообразимый хаос, невообразимые совершенно пробки. То есть, там говорят, что пробка вот от Сайды до Бейрута. Между ними 40 километров, если я не ошибаюсь. Сайда находится ровно посередине между Роша-Некра, это пункт на израильской границе, Ливана-Израильска, и Бейрутом, соответственно. Вот ровно посередине. И по Сидону тоже довольно сильно прилетело, но больше всего прилетало по долине Бека. Потому что это такая вотчина Хизбаллы. Вот на этой карте она обозначена желтым цветом. Это, кстати, карта центра Альма, где показано, где убито наибольшее количество террористов. И вот видно районы, где вообще ни одного убито. Потому что там живут сунниты, там живут христиане, там живут друзы. И их Израиль совершенно не трогает. Израиль натурально воюет сейчас только с Хизбаллой. И в долине Бека тоже там весьма и весьма шумно. Очень много прилетов, попаданий. Отдельный налет был посвящен вот именно долине Бека. А вот бомбили только ее, потому что там тоже очень много всяких объектов Хизбаллы. Помимо всего прочего, не забываем, что долина Бека – это такая житница, значит, н***тиков. Там выращивают всякие н***содержащие растения. Мори, ну, в частности, г***ю там делают в больших количествах. Знаменитый ливанский г***ю, который расходится уже по всему Дальнему Востоку. Н***ть торговля – это один из способов таких заработка Хизбаллы, одна из важнейших ее статей дохода. К вопросу, значит, о патриотах Ливана и так далее. Кроме этого, вчера же появилась информация о ликвидации Али Карахи. Это один из заместителей Хасана Насраллы, соответственно, генерального секретаря Хизбаллы. Он должен был стать начальником оперативного управления Хизбаллы вместо ликвидированного Ибрагима Акилы. Вообще, по поводу ликвидации Акилы, я сейчас потом скажу чуть отдельно. Там отдельный такой важный момент. Так вот, почему эта, собственно, ликвидация, в частности, была проведена. Так вот, по поводу Карахи, там есть противоречивые данные. По одним данным он был убит в результате ликвидации. По другим данным он только ранен, по третьим вообще не пострадал. Но я напоминаю, что когда ликвидировали Фуада Шукра, Хизбалла признала его гибель только спустя сутки, если не двое суток вообще. Поэтому подождем еще. Вполне возможно, что он все-таки действительно ликвидирован. Таким образом, даже если он жив, вот вам еще одна картиночка, пожалуйста, на которой видно, что из девяти топ-руководителей Хизбаллы, это Насралла, три его ближайших заместителя и, соответственно, пять командиров, командующих как бы вот главными, что ли, фронтами и главными подразделениями, осталось живых трое. Вот командир подразделения Бадр, это сам Насралла и Карахи, но по поводу Карахи еще пока не очень понятно. То есть Израиль натурально вот истребил уже почти всю верхушку Хизбаллы. По поводу ликвидации Акилы, да, вот это отсылка к названию этого видео. Акила был автором плана вторжения в Галилею и на том преснопамятном совещании, вот пять дней назад это было в Бейруте, где он был ликвидирован вместе с руководством, с командованием спецназа Радуан, ну вот сил как бы Радуан, это не уже не спецназ, это прям вот, можно сказать, такой корпус был в составе Хизбаллы, который был равен там примерно дивизии, примерно. Так вот, там обсуждался план вторжения, то есть они все-таки под шумок думали вторгнуться в Галилею, в Верхнюю во всяком случае, попытаться там захватить какие-то населенные пункты, попытаться захватить заложников, если получится, и таким образом вот чашу весов склонить на свою сторону, и это был бы с их стороны такой вот ответ. Вот в чем была их задумка, ну то есть повторить 7 октября буквально, но к счастью, вот израильские ВВС там наведались на это совещание с помощью противобункерных бомб и всю эту банду там ликвидировали буквально целиком. Что касается самого Насралы, там пока не очень понятно, почему он до сих пор жив, по одним данным он вообще находится в Тегеране и оттуда рулит всем этим делом, по другим данным он в бункере в Дахии, вот квартал Дахия, то есть бункер под районом Дахия в Бейруте, но его пока не трогают, не знаю уж почему, есть видимо там какие-то объяснения, резоны, видимо может быть потому, что было кому принимать решение отползать, хотя еще раз повторяю, для него это будет полнейшая катастрофа, ну об этом сейчас скажем чуть позже. В целом же ответный огонь Хизбаллы сосредоточен вот на районах верхней, центральной, нижней Галилеи, обстреливали вчера Хайфу, но не сильно, надо сказать, как сказать, не сильно активно, они вообще как будто бы избегают бить по крупным городам, Тель-Авив они не обстреливали. Накануне опять же через посредников было передано в Бейрут, насрали я так полагаю лично, от Израиля одна ракета в район Большого Тель-Авива, одна ракета, и мы начинаем бомбить Дахию в Бейруте. Дахия, еще раз напомню, это район, шиитский район в столице Ливана, который контролирует полностью Хизбалла, там все ее основные штабы и офисы находятся. Не в смысле начинаем ликвидировать там кого-то, начинаем ее натурально сносить просто с лица земли, поэтому вот вы там как бы хорошенько подумайте, в общем, поэтому пока Хизбалла то ли осторожничает, то ли она еще не в состоянии никак восстановить координацию, и вот этот огонь, который они ведут по северным пределам Израиля, примерно в глубину на 100 километров от границы, это такая тактическая низовая инициатива. Есть некий отряд террористов, у них есть ракетная установка, направленная в сторону, там, я не знаю, Афулы, например, вот, связи с командованием нет, пейджер в руки брать боязно, рацию тем более, к телефону не подходят, мало ли чего, и в общем, давай как бы вот там на обум господа бога шмальнем, а там посмотрим, что из этого выйдет. Так что пока то ли Хизбалла выжидает, то ли она реально не может вот организовать какое-то сопротивление достойное, и Хизбалла фактически попала в такую своего рода ловушку, в чем эта ловушка заключается. С одной стороны, Хизбалла, у нее как бы два выхода из этой ситуации. Хизбалла может отползти за реку Литанию, хотя бы сделать вид, что она готова там на какие-то уступки, но об этом нужно заявить вслух, сказать вообще ртом физически. Для насрал это будет означать абсолютное и безусловное поражение, всю полную утрату авторитета. Он и так уже, вот его иначе как петухом не называют, а тут просто вот опустят ниже городской канализации. Поэтому это маловероятный сценарий. Другой сценарий, они могут вот начать обстреливать таки Тель-Авив, спровоцировать, попытаться спровоцировать большую войну, в которую ввяжется Иран, в которую ввяжутся, значит, там другие иранские прокси и так далее. Но Иран отчасти сейчас вот боится ввязываться, потому что здесь большие американские силы находятся. На Ближнем Востоке авианосцы, центральное командование, F-22 там целая эскадрилья и так далее. Ирану там надо 10 раз подумать, ввязываться или нет. Короче говоря, но не принимать какого-то решения Хизбалла долго не сможет, потому что под таким прессингом по полторы тысячи целей в день поражают, и это число будет только расти. Да, там число самолетовылетов будет приближаться к тысяче. Идет такая вот классическая авиационная карусель, волна за волной, волна за волной, такое непрерывное воздействие. Так вот, в таких условиях Хизбалле просто долго не продержаться. Поэтому им нужно принимать какое-то решение. И я полагаю, что ближайшие 24, ну максимум 48 часов станут критическими. Возможно, в Хизбалле надеются на международное сообщество. Гутерриш там что-то начал квакать по поводу того, что надо, вот, дескать, это Ливан превратится во вторую газу. Ну, как бы, окей, скажите спасибо Хизбалле. Почему наличие террористической организации в политических структурах, в социальных, в экономических структурах государства, наличие у этой организации 100-тысячной армии не беспокоило Гутерриша. В дребезге разбитый израильский север. 80 тысяч эвакуированных, сожженные города и поселки не беспокоили, а тут друг озаботился. Ну, вот, можете посмотреть на эту фотографию, кстати, вот язык тела о многом говорит, да, кто тут, как бы, босса, кто подчиненный. Это Гутерриш здоровается с Пежискияном, с президентом Ирана. Президент Иран там что-то такое тоже вроде обронил по поводу того, что надо бы уже и договариваться, потому что они, видимо, хотят спасти Хизбалу, как свой главный стратегический актив. Ну, потом тут же от своих слов открестился. Ну, президент Макрон там тоже что-то засуетился, да, значит, там, ливанцы и ливанки мы с вами там, значит, в это тяжелое время и так далее. Американцы там что-то опять завели эту волынку по поводу того, что мы работаем над деэскалацией. Да уж давайте уже разберемся мы с этой Хизбалой один раз и навсегда, и не будет никакой проблемы, чтобы третья ливанская война стала последней ливанской войной. После чего у ливана появится шанс на какое-то возрождение. Если Хизбалла в ливане уцелеет в качестве вот той силы, которой она является сейчас, даже сейчас, то у ливана никаких шансов нет вообще. Он так и будет пребывать вот в этой постоянной, перманентной, непрерывной жопе, да, и будет в заложниках у Ирана. Ну и сирийский президент Башарасов, который тоже там осудил, естественно, там удары Израиля по ливану, там пятое-десятое, и там, значит, еще поугрожал, значит, Израилю. Его высказывание приводит у себя Ксения Светлова, моя коллега. Сирия всегда отвечала по-своему. Только израильтяне понимают, что я сейчас говорю и как мы ответили. Мы не можем выпускать ракету за ракетой или пулю за пулю. Наш ответ не обязательно должен быть объявлен, только израильтяне знают, что я имею в виду. И Ксения задается логичным вопросом, кто-то вообще понял, что он имеет в виду. Ну и до кучи, вот, чтобы как бы проявить сочувствие к ливанскому народу, Асад закрыл границу, чтобы ливанские беженцы, не дай бог, не перебежали в Сирию. Потому что сочувствие, потому что сионисты, ось сопротивления пятое-десятое. Но Хизбалла это прокси Ирана, а у Асада в последнее время с Ираном большие проблемы наметились. Там очень серьезные противоречия. Поэтому ось сопротивления так потрескивает слегка. Поэтому он, я так понимаю, и не жаждет видеть у себя ливанцев в своей стране. Короче говоря, операция стрелы севера продолжается. Сегодня она продолжится. Сегодня, видимо, будет сегодня-завтра. Вот эти два дня станут ближайшие критическими. Израиль продолжит нанесение ударов. Ну а там, собственно, посмотрим, как это все дело будет развиваться. Потому что много говорят о наземной операции. Но у меня ощущение, что в Иерусалиме как раз хотят избежать наземной операции. Чтобы от греха подальше в это болото ливанское не влезть еще раз. Как уже в свое время вы влезли. С 1982 по 2000 год. Так что будем следить за этими вещами. Спасибо, что смотрите. Не забывайте, пожалуйста, реагировать на видео. Еще раз спасибо. Всем пока.